Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, уважаемые телезрители! Лучший город Земли! Пожалуй, каждый житель планеты может так сказать о своем городе, где он родился, где он вырос, где случилась его первая любовь. И наш любимый Черкесск отмечает сегодня День города. А я, Галина Алиева, спешу навстречу со своим героем. И наш брат-журналист любит говорить, его имя хорошо известно или широко известно в узких кругах. Но имя моего героя действительно известно, особенно в спортивных кругах. Он двукратный чемпион России по боксу. Он обладатель Кубка мира в командном зачете. Он олимпийский призер 2004 года в Афинах. И это Мурат Храчев. Помимо множества спортивных регалий, Мурат Петрович Храчев носит еще звание почетного гражданина города Черкеска. И это не просто очевидный факт. Это скорее олицетворение молодости республиканской столицы, ее активного движения вперед и всестороннего развития. А еще Мурат живет в лучших традициях, не только народных, но и спортивных. Наша первая городская геолокация – памятная доска, установленная на фасаде дома, где жил главный наставник, прославленного спортсмена, заслуженный тренер России, старший тренер школы высшего спортивного мастерства, почетный гражданин города Черкеска Александр Степанович Давыдов. О нем всегда самые добрые, светлые воспоминания и чувства безмерной благодарности. А это наш маленький променад, улица Первомайская, с которой связана та или иная история каждого горожанина. Мурат, можно родиться в одном городе, но в душе хранить совсем другое. Возможно, даже тот, в котором ты побывал транзитом. Вот ехал на поезде, остановился и влюбился в город. Не важно, какие при этом были обстоятельства. А можно прожить, родиться в таком городе, как Черкесск, и он станет для вас лучшим городом Земли. А вы, как известно, побывали не только в разных городах, а вы ведь на разных континентах побывали, но в силу своей профессиональной деятельности. Вот Черкесск для вас лучший город Земли? Конечно же, для меня город Черкесск – это лучший город Земли. Только по одной причине, что я здесь родился. И, конечно же, очень много других приятных событий произошло в моей жизни, которые стали причиной становления мною как личности. Как и у многих людей, в моей жизни было и переезды, и получилось пожить и в других городах. И не только пожить, какие-то города посетить, в которых побольше и так далее. И в каждом городе это как с общениями с разными людьми. От кого-то ты что-то приобретаешь, но мама для тебя – это лучший человек. Хотя порой ты приобретаешь, может быть, какие-то полезные в жизни навыки от другого человека. Или попадая под опеку какого-нибудь. Лично я как спортсмен, попадая под опеку тренера, например. Я от него приобрел и научился очень многому. Точно так же и человек, он, переезжая в другой город, живя в другом городе, он точно так же формируется как личность. Внешняя среда влияет на него. Атмосфера того города откладывает определенный опечаток на него. Но при этом все равно, как среди многих людей, все равно мама остается самым дорогим и самым лучшим человеком. Точно так же и город Черкес для меня остается и будет самым лучшим городом Земли. Вот если мне сейчас сказать и предложить какую-то должность, например, да, вот давай, переедешь в другой город. Но я не знаю, какие там должны быть условия, чтобы я согласился на это. Вы окончили девятую школу буквально в одном квартале от того места, где мы находимся совсем недалеко. А вот здесь, где мы с вами сейчас сидим, я так понимаю, было ваше, как говорили во времена моей молодости, пятачок, где мы собирались с друзьями. Ну, я так понимаю, что время девяностых, оно было другое, чем сейчас. Да, да. И, наверное, были другие обстоятельства, предлагаемые вашему поколению, которые способствовали тому, что вы занялись спортом, боксом. Это было желание защитить себя, своих близких, как-то самоутвердиться даже в собственных глазах. Этому кто-то способствовал, помогал? Ну, с чего начать? С того, что, да, действительно, начнем с места, да. Место нашей встречи, где мы с вами встретились на так называемых, на часах тогда мы это называли. Что мы, то есть встречались на часах, а потом передвигались сюда. И здесь в то время находился переговорный пункт. Сейчас, наверное, это трудно понять, да, актуальность переговорных пунктов. Но в то время, в девяностые, отсутствие сотовых телефонов, все телефоны были только проводные, а еще и звонить с домашнего по межгороду было очень дорого. И удобнее было приходить сюда, вот, и отсюда дозваниваться своим родственникам, друзьям, которые проживали в других городах. И вот я даже сейчас затрудняюсь ответить, почему, но он работал допоздна почему-то всегда. Ну, наверное, все-таки, наверное, срочные какие-то дела или какие-то вопросы у людей возникали. Конечно, и родные часовые поездки. Да, да, и поэтому он работал допоздна. И это работало нам удивительно на руку, вот, потому что очень много времени мы проводили здесь. Также еще, знаете, здесь было как, вот сейчас вот различные магазины, тогда этих магазинов не было. Но сидели бабушки, продававшие семечки, вот. Вот, и у них прям была такая конкуренция, знаете, между собой. Ага, и мы тоже как клиенты, как потребители, мы знали, а, у этой бабушки получше семечки, а в этот раз что-то у нее не очень удачно она пожарила. И, в общем, мы ходили, выбирали, у какой бабушки какие семечки купить, в общем. Вот, то есть вот такая была тогда, царила атмосфера. И проводили время, я же говорю, в переговорном пункте. Много времени там проводилось, особенно зимой, когда холодно, вот. Как у подростков не всегда там хватало средств, какой-то кафе идти, например. Вот как раз-таки 90-е это был расцвет кафе. Спасибо спустя много лет, хочется сказать, администрации переговорного пункта, которые нас не выгоняли и видели, что вот подростки там сидят, бездельничают, ничего не говорят, не заказывают никаких переговоров, но там время проводят. Вот, это что касается той атмосферы, которая царила тогда. И, конечно же, ну, все помнят 90-е, помимо популярных, да, и чем были популярны 90-е. Но среди подростков тоже царила такая достаточно агрессивная атмосфера. Ну, она всегда, наверное, и сейчас уже в определенной степени тоже это происходит. Ну, подростки дерутся, подростки спорят, цепляются, еще не имеют опыта урегулирования конфликтов другим путем, да. И это тоже, конечно же, определило, один из определяющих факторов стало, то, что необходимо было за себя поставить, необходимо было иметь какие-то навыки единоборств для того, чтобы, ну, как минимум, безболезненно существовать в нашем городе. И это стало прийти на то, что я занялся спортом, занялся боксом. Вот. И вся окружение мы в основном, друзья, с кем мы выросли, как правило, это было уже такое боксерское братство. То есть мы все воспитанники нашего тренера Александра Испановича Давыдова. И по сей день мы поддерживаем отношения. Вот. И более старшее поколение, и более молодое поколение воспитанников Александра Испановича. Вот. И сейчас мы точно так же поддерживаем отношения, стараемся, если что-то касается нашего клуба, нашей секции, то мы собираемся и пытаемся, ну, поддерживать ее, чтобы она продолжала работать, функционировать, чтобы дело Александра Испановича продолжалось. Вот. И вот это сегодняшнее общение, оно своими корнями уходит вот в переговорный пункт, в улицу Первомайская. Ну, я знаю, что вы о спорте, о развитии, о поддержке, в принципе, любого спорта в республике можете говорить часами, вы человек заинтересованный, вы человек, ну, не просто прославленный, вы человек, который болеет всем сердцем. За эту сферу нашей жизни, я бы так сказала. Города, они как люди, они изменяются, они строятся, меняется их архитектурный вид. Вот. Иногда в какой-нибудь другой конец нашего небольшого, в принципе, города пару месяцев не съездишь, не побываешь, там, и бас, там какое-нибудь уже здание, не знаю, там, стоматология новая выросла, или торговый центр. Вот как, на ваш взгляд, поменялся Черкесск, ну, за последние 10, может быть, 20 лет? Все-таки, наверное, у вас уже сложилось это впечатление, вы можете такой анализ провести. Какое у меня наблюдение в отношении городов? Вот как, знаете, вот, если взять мою же фотографию, например, да, когда я был, например, подростком, потом мне, там, за 20 лет когда. И вот, ты видишь, изменяется, да, как человек. Вот сейчас мне 40 лет, вот. И сравнить эти фотографии, ну, порой до неузнаваемости, да, изменения происходят. То, какие мы были молодыми, и то, какие мы становимся сейчас. Вот города, они тоже, знаете, вот, меняются точно так же. Вот старые фотографии, смотришь, это как будто бы, вот, подросток город был, да, город Черкес был подростком. Потом город Черкес был юношей, потом город Черкес был молодым человеком. И вот точно так же, вот, как лицо, да, человека меняется, так же лицо города меняется. Мы чуть поправились, да, спустя год, и Черкес тоже поправился. Тоже, вот, он расширяется все больше становится. Тоже растолстел. Вот, вот точно вот такие вот ассоциации у меня возникают, наблюдая за городом. И, как человеку заметнее изменения, которые долго не видел, да, вот если, допустим, кто меня видит каждый день, он не совсем замечает, да, не обращает внимания на мои изменения внешние. Вот, точно так же и люди, которые долго в городе не находясь, отсутствовали, а потом появляются и говорят, ух ты, ничего себе, у вас вот такие изменения произошли, у вас такие изменения произошли. Вот, и у меня был тоже период времени, когда я долго отсутствовал в городе, вот, ну, приезжал, конечно, набегами, да, но основную часть времени все равно проводил в другом городе, да, и в Москве как даже, и так далее. Вот, что сказать, ну, конечно же, если, ну, я избитую, да, банальную французскую, что город преобразился, вот, отрицать этот факт глупо, но на самом деле преобразился. Очень много работы просто, ну, клумбы вот появились, да, мы же помним, какая была Первомайская даже, да, как бы наша, так скажем, основная улица для прогулок, вот. Бабушки с семечками, да, вот таких вот красивых витрин, всего же этого не было. Все было так достаточно примитивно. Ну, вообще в стране обстановка была непростая же в 90-е, то есть тут никого винить не стоит. Так было, да, это как послевоенное время. Тяжело же, тяжело, это не значит, что кто-то виноват. Ну, послевоенное время было. Мои родители, например, они росли в послевоенное время, вот, 50-е годы, вот, 60-е годы. Тяжело было, потихоньку, потихоньку выправились, было непросто. Ну, точно так же и 90-е годы. Были непростые годы, и поэтому атмосфера была такая. Сейчас, ну, посмотрите, на лицо же, и променад такой у нас замечательный, и время есть. По вечерам, что здесь происходит, если в наше время, опять же, да, вернуться в 90-е, после 9-ти тогда была такая необходимость, после 9-ти выключался свет в городе, вот, то есть он попал такой в мрак, да, превращался. И все, после 9-ти уже надо, ну, особо делать нечего, потихонечку расходимся. А сейчас можно выйти и в 11, и в 12 часов ночи. И в парке здесь как будто бы праздник какой-то, особенно летнее время, вообще обалдеть просто. Вот. Ну, не было бы условий, люди бы и не проводили здесь время. Вот. Эти условия появляются. Спортивные площадки, которых стало достаточно много. То есть у нас так удачно получилось, что у Александра Семеновича Давыдова, нашего тренера, у него была площадка во дворе. Вот. И как бы тут, получается, приятное с полезным. Вроде мы как и на виду нашего тренера, вот, с одной стороны. И в то же время мы свой футбол, баскетбол, как мы на площадке хотели проводить время, да, свободное, подростки. Вот. Получилось, что мы проводили там. Но площадка эта была в ужасном состоянии. То есть там ни сеток не было, да, асфальт этот, то он есть, то он нету и так далее. Да сам факт того, что это асфальтированная площадка, это уже, да, нарушает все требования и нормы, да, которые есть у спортивных площадок. Вот сейчас посмотрите, как по дворам прогуляйтесь. Те дворы, которые уже попали под программу облагораживания, вот, придомовых территорий, ну, посмотрите, они уже все имеют приличные площадки, прорезиненное покрытие, стоят кольца, ворота и так далее. Вот. То есть дети имеют прекрасные условия для того, чтобы гонять футбол, как говорится. Вот. Турники, брусья и так далее. Дальше, если пойти по секциям теперь, да, где уже занимаются спортом высших достижений, в основном, если раньше это были не приспособленные для спорта помещения, подвалы, вот, какие-то заброшенные помещения, которые тренер, как энтузиаст, там, как-то его в порядок привел, как-то вот какой-то божеский вид ему придал, там, плесень постоянная, вентиляции нету, санузла нету и так далее, да, то никаким требованиям в Санкт-Петербурге не отвечал, вот, в таких условиях приходило тренироваться. То сейчас этот вопрос не закрыт, конечно, я не буду лгать, да, и врать, нет, не закрыт, он до сих пор остается актуальным, но мы шагнули далеко вперед. Условия для занятий спортом, ну, значительно улучшились, вот, проблематик, конечно, она всегда остается, но тот скачок, который был сделан, какие, ну, крутые залы у нас, да, появились, которых вообще на картинках только можно было увидеть в каких-нибудь журналах, да, там, столичных, то у нас такие залы крутые есть, фитнес-центры есть и так далее. То есть вот с этой точки зрения только посмотрев, можно увидеть неприкрытым, да, невооруженным взглядом, какие позитивные изменения произошли в городе. У нас существует такое мнение, оно достаточно распространенное, что, ну, грубо говоря, молодежи в Черкесске ловить нечего. И в Черкесске и в республике, что перспектив до развития нету, то, что на работу устроиться сложно. Что вы думаете по этому поводу? Так или иначе, приходится проводить анализы, да, которые, ну, происходящих процессов социальных в городе. Вот мы сейчас с вами ранее говорили о комплексе неполноценности, который у нас развился в стране условно, да, вот, а здесь, получается, у нас точно так же. Это из 90-х, если честно, своими корнями ходить, потому что, ну, ловить было нечего. Для спорта, как минимум, мне, да, пришлось переехать в Москву, например. И тогда точно так же было необходимо, вот, для достижения, там, успехов в других областях надо было переехать в идеале в Москву, а так надо в большой город. Вот. И это было отчасти и правда, на самом деле, потому что на условии тогда для результатов каких-то, для достижения, для того, чтобы добиться что-то, ну, действительно было мало условий. Вот. Вот. И этот комплекс, я думаю, как будто бы сохранился. Например, у нас до сих пор комплексы перед дипломами московского образца. Вот. А сейчас у нас прекрасно с дипломами наших вузов. Ребята работают. То есть, московский диплом не всегда дает гарантию, что тебя возьмут на работу, правильно же? Вот. Наши первые лица нашего государства, региона, отучились у нас здесь в КЧР и прекрасно справляются своими обязанностями. Вот. То есть, вот от этого стереотипа просто, как бы, отойти надо. Сегодня у нас условия, на самом деле, есть для того, чтобы делать карьеру, вот, предпринимателя, карьеру чиновника, вот, карьеру спортсмена, если мы чуть в возрастную категорию более молодую перейдем. Вот. В 90-е не было возможности для того, чтобы реализоваться культурно. А сейчас у нас из Черкесии певцы, ребята становятся знаменитыми на всю страну. Вот. Все эти условия появляются. У меня, знаете, ощущение того, что Москва стала ближе. Ну, да, да. На самом деле, вот, глобализация, она не так уж и плоха, на самом деле, да. Вот. Вот, смотрите, даже Москва стала ближе, я знаете, еще какое хотел бы понять. Вот, если раньше с провинции парень какой-нибудь или молодой человек, или вообще любой человек приезжает в Москву, то его сразу было видно по внешнему виду, да, что, о, это явно из провинции, ребята, одеваться толком не имеют. Вот, в Москве круты. И москвич, допустим, если кто-то приехал в Черкесск, это вообще сразу было видно. Ну, ничего, как он выглядит, посмотрите на него. Что это за одежда такая, да, не вписывается в стандарты. А сейчас мы даже в одежде, да, мы стали одинаково выглядеть. То есть сейчас можно приехать в Москву и не выделяться из толпы. Или москвич приедет сюда, и он особо вроде как не бросается в глаза. То есть здесь я соглашусь с вами, да, Москва стала ближе. Вот, интернет поспособствовал. Хоть мы и жалуемся, да, на то, что произошло сегодня социальные сети и так далее, со всей побочкой социальной сети. Но вот положительные тоже элементы есть. То, что мы как бы, ну, такое пространство стало одинаковым. Я вам скажу даже более того, мне приходится, ну, ездить в командировки, там, в различные города. Сейчас я имею в виду. Вот. Ну, если даже Москву убрать, а так по стране примерно, ну, я сужу, например, по походу в кафе. Потому что порой бывает, ну, пообедать надо сходить там или поужинать. Вот. Или какую-то вещь там, если забыл, что-то приобрести в магазин. Ну, по ценам, ну, примерно, вся страна примерно сравнялась. То есть вот, ну, плюс-минус, плюс-минус. И порой даже со средним чеком, допустим, нашего кафе, да, вот, есть в Москве и места приличные, где ты примерно за те же деньги можешь и там пообедать, например. То есть, ну, как бы, примерно страна уравнялась в этом плане. Допустим, какие-то, раньше, если человек поехал на север, вот, да, на заработки, все, это, там, я ему года два пожил, все, дом себе отстроил, все, ну, как минимум олигархом достал, нефтяным магнатом. То сейчас этого вот особо нету, сейчас нет необходимости ехать, в каких-то, в каких-то экстремальных условиях работать, для того, чтобы, ну, обеспечить себе, давайте тоже правде, да, глядя в глаза, ну, товары кратковременного потребления, в принципе, человек может себе обеспечить, не уезжая далеко. Здесь, в Черкесске, товары долгосрочного потребления, машина, квартира, дом построить и так далее, это сложно, и сложно не только в Черкесске, а по всей стране, да, то есть не так просто семье, там, обзавестись, там, жильем, например. Этот вопрос, он сложный по всей стране. То есть все примерно стало, на самом деле, одинаковым. Вы правильно говорите, Москва стала ближе, или мы стали ближе к Москве, ну, в общем, вот так вот. Город оживает, оживляется движение в нем, я так понимаю, люди готовятся к празднованию, у всех хорошее настроение, и мне бы хотелось, чтобы сегодня вы тоже пожелали нашим горожанам, жителям Черкеска, гостям нашей республики, что-то, наверное, очень позитивное. Вообще всем людям, конечно, ну, поздравляем сегодня горожан города Черкеска, жителей города Черкеска поздравляем. Научиться видеть те плюсы, которые у нас есть в жизни, вот, ценить то хорошее, что у нас есть в жизни. А хорошего у нас на самом деле немало. Вот, и когда мы сравниваем, когда мы сравниваем, да, свои обстоятельства, свою жизнь, свои условия с другими, то объективно, да, их сравнивать. И не видеть только недостатки, да, и не видеть там только плюсы. Вот, любовь не за горами, на самом деле, да, такая вот. На самом деле здесь в Черкесске она тоже есть, и здесь у нас есть и счастье, и любовь, и дружба, и братство, и соседские отношения, и родственные отношения, и прекрасные традиции, которые поддерживают, помогают нам сохранять и поддерживать моральный облик сегодня, и молодежи, и взрослых. Вот, хотелось бы, чтобы мы вот видели все это, ценили все это. Ну, конечно же, всем хотелось бы пожелать процветания, благополучия, мирного неба над головой. Такие достаточно банальные фразы, но которые сегодня приобретают особую актуальность. Вот. И будем делать город и жизнь в городе лучше вместе, дружно. Давайте участвовать в процессах, которые поспособствуют тому, что наша жизнь в городе станет лучше. Ой, Мурат, спасибо за интервью, за добрые пожелания, за очень важные вещи, наверное, которые можно сегодня услышать. Друзья, мне тоже хочется поздравить жителей Черкесска, жителей республики с праздником. А еще мне хочется пожелать, чтобы все мы с вами наконец-то оторвались от телефонов и гаджетов, посмотрели друг на друга и сказали «Привет! Добрый день! Как поживаете?» Давайте приходить к живому общению, не будем терять то самое главное, что есть в нашей жизни. Спасибо вам, что вы были с нами и Черкесск еще раз с днем рождения! Продолжение следует... Продолжение следует...